Дмитрий Львович, ну, разгромили могилу недавно Маслякова, и я вот подумал, а что будет с могилой Владимира Путина? А вообще, будут ли скучать по нём россияне? Знаете, ещё в 2020 году я бы предсказал тот же вариант, что с Андроповым. Всё время кладут цветы. И Сталину подкладывают. Ну, Сталин – другая фигура, другой масштаб. Я бы подсказал, что всё-таки найдутся люди, которые будут ностальгировать. Сегодня очевидно, что нет, и каждый следующий шаг хуже предыдущего. А если он успеет, такой шанс есть, если он успеет всё-таки нажать на кнопку, и все эти угрозы и новые доктрины реализуются, то с высокой долей вероятности и могилы просто не будет. Потому что, понимаете, там я не знаю насчёт остальной России, Россия ещё велика. Я вам не скажу за всю Россию, вся Россия очень велика, но бункеры, сколько их там не есть, будут мишенью номер один, и там просто очень может быть, что и хранить будет нечего. Поэтому человек, который развязывает сегодня ядерную войну, должен примерно понимать, что с ним будет. Я с высокой долей вероятности могу предсказать, что Путин войдёт в Россию как однозначно, в российскую историю как однозначно чёрная фигура. И, предупреждаю ваш следующий вопрос, Зеленский войдёт в историю Украины как фигура однозначно прекрасная. А вы помните эту записку? Потому что я нечасто вспоминаю про себя, которую положили на могилу Алексея Навального, и там было написано «А к тебе, сука, пришивая, никто на похороны не придёт». Да, понятно было. Но это тут потому, что, видите, скорее всего, не будет похорон. Я просто хочу немножко как бы отрезвить вот эти горячие головы, которые говорят, ну, ядерная война означает однозначный конец мира. Нет, не означает. Ясно, что начавший подписывает себе приговор, потому что Запад, честно говоря, как мне представляется, давно уже для себя решил, что Путин это оружие применит. Я думаю, что где-то ключевая точка был сентябрь 22-го года. Вот когда действительно война показала всю свою кровавость и всю свою нескорую остановимость, вот тогда, мне кажется, стало ясно на Западе, да большинству людей стало ясно, если у него эта бомба есть, он на эту кнопку нажмёт. Вот сколько бы нам, неважно, происходит обострение риторики, затихание риторики, больше России сделать нечего. Всё, что могла, она показала. Соответственно, на Западе, мне кажется, к этому готовятся давно. И это не будет концом истории, но концом так называемого русского мира, русской цивилизации, которая показала свою полную несовместимость с остальными континентами, мне кажется, вот для них это будет некоторой критической точкой. А как мы помним с вами роды, обречённые на сто лет одиночества, вторично на Земле не появляются. Да-да. Но как вам представляется, почему он именно сейчас стал размахивать своей ядерной дубиной? Ну, это понятно. Слушайте, ну а как? А то вы не знаете. Ваш президент, на минуточку, приехал сюда, встречают как героя, а мне это видно, что все вот эти разговоры там к Зеленскому охладели, Зеленский надоел. Приезд Зеленского – главное событие американской предвыборной программы. Поездка Зеленского на минный, какой-то минный снарядный завод в Пенсильвании рассматривается как вклад в предвыборную программу, хотя он там ни одного предвыборного слова не сказал, просто там губернатор Шапира расписался на паре снарядов. Подумайте, какое событие. Значит, дальше Трамп, который долго, так сказать, вилял, тем не менее назначил встречу. И вот в те минуты, когда мы с вами разговариваем, эта встреча происходит, и в топе российских новостей тот факт, что Зеленского туда привезли с усиленной охраной. То есть факт охраны Зеленского и встречи с Трампом – это для российских новостей, прям бог знает, какое событие. Значит, при таких встречах, при таких церемониях, при том, что Генассамблея ООН принимает Зеленского абсолютно восторженно, ну, о чем тут говорить? Он действительно показал себя как лидер свободного мира. И сегодня, ну, тут понимаете, что еще плохо? Ведь лидер свободного мира – это палка о двух концах. Это человек, который не только напоминает о каких-то добродетелях, которого хорошо чтить как героя, но это еще и человек, который от вас ведь чего-то требует. Понимаете, Навальный не зря всегда повторял, что присутствие героя в мире до известной степени организует общество. Обществу приходится подтягиваться к уровню героя. Он говорит, что я герой не от хорошей жизни. Нам приходится и всему миру приходится как-то равняться на Украину. И если она противостоит такой силе и молотит по всем, в общем, с абсолютно уже с полным забвением приличий, Украина, по сути дела, в одиночку это отражает. Сейчас Россию очень любят говорить, что она в одиночку отражала гитлеровскую агрессию, что неправда. Но, тем не менее, Украина-то отражает, хотя и при огромной помощи, но эта помощь еще не приобрела системного характера. Про те 60 миллиардов, там напоминает ли, что из них реализовано только 8? И то они реализованы не в виде денежной помощи, а в виде заказов на оборону. То есть понятное дело, что Украина своим примером и своим героизмом не столько заражает, сколько стимулирует. И это, знаете, не очень приятно. Это все равно, что у тебя дома постоянно тебе напоминают, что у соседа и отметки лучше, и дети послушнее, и машина поноверить. Когда я вижу Зеленского, он для меня не только напоминание о существовании ценностей, он для меня проявляет напоминание, что я-то этим ценностям соответствую не до конца. И я не очень люблю героев, честно вам скажу. И даже, Саша, у нас с вами вообще обычно откровенные эфиры, мне ужасно стыдно, что вы сидите в Украине, а я не там. И я не теряю надежды все-таки к вам приехать довольно скоро. Потому что, понимаете, когда один сидит под бомбами, а другой в океане, возникает некоторое неравенство. Слова человека, сидящего под бомбами, стоят дороже. Поэтому я жду, не дождусь момента, когда мы поговорим в общей студии. А насчет Зеленского, кстати, вы всем там передайте, чтобы люди не испытывали иллюзий и разочарований, встречали как героя, поддерживать будут. Камала Харрид сказала замечательные слова. Первая ее фраза, которая мне очень понравилась. «Мы вас поддерживаем не из благотворительности, а из своих стратегических соображений». А у вас нет такого ощущения внутреннего, что вот своими действиями, объявлением этой ядерной доктрины, Путин показывает, что ему срочно нужен мир. Что на самом деле и у него не так все хорошо и свадко, и у России. Ну, мир нужен. Это ни для кого не тайна. Об этом говорится в открытую. Но мир нужен на своих условиях. Так что здесь обольщаться не надо. Конечно, он хотел бы это прекратить. Он хотел бы объявить победу, потом проводить парад этой победой. Если не вышла в Киеве, то в Курске. Хотел бы воздвигать аллеи в честь героев и вообще сделать из этого новый культ. Ну, как вот породить такую новую военную литературу, новые песни об этом написать. В общем, ему бы хотелось, конечно. Но Украина как бы мешает. Баркала Караганов, да? Да, да, ну нет, ну, Караганов там что-то говорит. Да, ведь вы понимаете, какое дело? Караганов, когда создал свой совет внешней обороны и политики, он меня туда позвал. Я какое-то время там был, и Караганов там стихи мои хвалил вообще. Он такой Караганов-то человек до известной степени начинал как либеральный. А папа его, Александр Караганов, вообще был комсомольским секретарем ИФЛИ. Он у меня выведен в романе «Июнь». И он был человеком таким иронически либеральным, талантливым документалистом. То есть Караганов – образованный изначальный человек, производивший впечатление такого цивилизованного ястреба. Ястреба, с которым можно разговаривать. То, что происходит сейчас с Карагановым, это довольно полезный для всех урок. Коготок увяз все птички пропасть. Если ты оскоромился один раз вот этой риторикой национальной исключительности и русской цивилизации и ядерной доктрины, все, для тебя нет пучи назад. То есть это сосало это болото. И Караганова тоже, который не производил впечатление дикого человека. Понимаете, реально не производил. Ну, если с Карагановым уж нельзя было общаться, как не вспомнить слова Пастернака, так это к никому у нас нельзя руку подавать. По большому счету никому. Это ядерная риторика. Она очень изразительная штука. И тут ведь, понимаете, какая вещь. Вот что меня пугает-то больше всего. Если ты об этом заговорил, ты не можешь это отыграть. В тоталитарном государстве слова становятся делами автоматически, имманентно. Ты не можешь сказать, я пошутил, или это была риторика. Тебе уже серьезно говорят. Все, ты угрожаешь. Ты сказал, вы несовместимы с нами. Хорошо, мяч на вашей стороне. И вот теперь ты должен либо покончить с собой, то есть начать эту войну и с необходимостью ее проиграть, потому что мир больше, чем Россия, либо ты должен сказать, простите, погорячился. Я абсолютно убежден, что сказать, простите, погорячился для пацана немыслимо. Поэтому, да, надо признать, Россия сделает такую попытку. Если кнопка есть, на нее нажмут. А вот готов ли мир, я думаю, два года, которые мир думает над этой проблемой, были потрачены не совсем впустую. А куда полетит пробник ядерный? Ну, этого я вам не могу сказать. Уже пообещали, что от Эстонии останется мокроме. У них, понимаете, вот как показали те растругацкие, они действуют наискось. То есть у них есть определенный издвиг между той задачей, которая поставлена, и той, которая будет решена. Они собираются разгромить Украину, значит, они будут стрелять не по Украине, а куда-то рядом. Может быть, пацан там принять решение. Ну, по Вашингтону вряд ли. Там это Проханов все, значит, говорит, я погладил ракету и понял, что ракета думает о Вашингтоне. Вот он гладит ракету, вступает с ней в эротическое взаимодействие. Он хочет, чтобы по Вашингтону. Вряд ли по Вашингтону. По Прибалтике, простите, не по странам Балтии. Может, может, не знаю, по Курску. Может, легко. Они же предложили, там один депутат, совсем уже тоже сумасшедший, сказал, а мы давайте у себя взорвем, чтобы весь мир увидел, да? Это же не его идея. Это Евгений Пригожин сказал. А, да-да. Вообще гениальная идея. Взорвать на своей территории, чтобы весь мир, простите за выражение, очагурел. Ну, нормально, давайте попробуем. То есть, понимаете, мне даже не важно, куда она полетит. Хотя ясно, что без жертв не обойдется. Мне ясно другое, что это та черта, после которой никто не станет мириться с существованием этой угрозы. Это вызов всему миру. Весь мир на это ответит. А если, понимаете, всегда же есть такая вероятность. А если не ответит, а если спасует, то, и честно говоря, значит, он не заслуживает ничего другого. Вот-вот. Лукашенко заговорил. Он же получил ядерный зонтик от Владимира Путина, гарантии ядерной безопасности. И сказал, что теперь тоже ракеты полетят, и более того, нужно готовиться к войне. Лукашенко вступит в войну против Украины? Потому что Путин же его этими заявлениями подталкивает. Вот тебе гарантии, вступай. Лукашенко вступит, это ничего не решит. В общем, ну, тут же, понимаете, Дмитрий Медведев сегодня сказал, чем смешнее страна, тем больше гонор. Он не понял, о ком он это сказал. На самом деле он это сказал, конечно, о себе, о нынешней путинской России, но в огромной степени о Белоруссии. Потому что Лукашенко, да, он страшный, он отвратительный. Я видел его молодые фотографии, на них видно, какой он хищный. Он очень неприятный человек. И при этом он смешной, вот как ни странно. Но от решения Лукашенко вступить в войну сейчас уже ничего абсолютно не зависит. Потому что сейчас решается один вопрос, и мы все это знаем. Разрешат ли Украине бить американским и другим оружием? Многие страны уже разрешили бить по российской территории. Если разрешат, ну, ответ на это мы понимаем. А после этого ответа уже, так сказать, жив Лукашенко, мертв Лукашенко, никого особенно волновать не будет. Кстати говоря, Лукашенко, в отличие от Путина, он жизнелюб. Поэтому не исключена ситуация, что он в последний момент, знаете, начнет кочевряжиться, начнет умолять остановиться. Это, знаете, вот трус-балбес бывалый. Да, там, когда в Кавказской пленнице они выстраиваются на пути у машины Нины, там они вот так с двух сторон держат Витцина, и Витцин начинает изо всех сил убегать. Потому что вот он здесь в функции труса, конечно. Потому что, ну, если бы Путин бывалый, там, балбес, условно говоря, так называемый глобальный юг, а вот Белоруссия в положении этого труса, зажатого с двух сторон, то от него особой, так сказать, готовности помирать не приходится ожидать. Он действительно любит свой народ, любит им распоряжаться. И он, как такой нормальный диктатор, оценивающий свои возможности, он не хочет шибко больше-то. Ему хорошо было со своими 10 миллионами, над которыми он глумился, как хотел. 10 миллионов родных детей, и относительно которых он уверен, что все его обожают. Вот была у него маленькая, уютная, последняя диктатура Европы. Ему совершенно не хочется гибнуть в ядерном огне. Поэтому от Лукашенко мы, может быть, скоро увидим вообще миротворческие предложения. Будет бегать то туда, то сюда, то к нам. Ну, что это такое? Ну, что это? Ну, давай чик-чирик, давайте уже это остановим. Да, скорее всего. Этот чик-чирик, кстати, очень прилип. Молодец, конечно, стендапер. Я думаю, что от Лукашенко вполне можно ожидать такой слабины. Но, по большому счёту, будем откровенны. И у поведения сейчас уже не решает ничего. Сдурел Соловьёв, сошёл с ума. Владимир Рудольфович. А что с ним случилось? А он вышел и сказал, доводь царя. Если, говорит, кошка не умеет ловить мышей, не может ловить мышей, то с ней пора кончать, какого бы цвета она ни была. И даже, говорит, если это главнокомандующий, то уж простите, но тоже. Слушайте, я не знаю, то ли он стал главным оппозиционером России, и его ждёт минимум Колыма, то ли что это вообще? Ну, понимаете, Саш, ведь риторику надо же наращивать. Это нам с вами хорошо, мы не угрожаем миру, и мы можем с вами, значит, вести интеллигентские разговоры. А когда пропагандист с каждым новым шагом должен всё громче визжать, это же дорожка в один конец. И рано или поздно надо будет говорить, либо долой царя, либо, друзья, давайте все умрём. Ну, какие-то глупости явные, либо там давайте бомбу взорвём в прямом эфире. Ему чем-то надо удерживать внимание аудитории. Конечно, определённая часть русского генералитета, в том числе пропагандистского, она обречена в какой-то момент радикализоваться. Не обязательно против Путина пойти, но в любом случае сказать, да, вот о чём мы так воюем плохо, о чём мы угледар взяли и безумно счастливы, а чё до сих пор весь мир не стоптали в гранитную крошку, там не втоптали в 15 век. Это же неизбежный путь. И я говорил давно, а это у меня всё, все ходы записаны, есть две категории населения, которые сейчас больше рискуют. Одна – пропагандисты Кремля, потому что они обречены, они знают правду о войне, они обречены войти в противоречие с начальством. А вторая – это, естественно, военные пропагандисты типа Соловьёва, которые рано или поздно должны начать критиковать Путина справа. Он не военкор, он на фронте был мало, но он должен, значит, за счёт чего-то он должен удерживать интерес. А и Симоньян, и Соловьёв, вот это тоже я могу вонговать с достаточной долей уверенности, и Симоньян, и Соловьёв успеют расплатиться за свою деятельность ещё до того, как режим падёт. Соловьёв раньше, Симоньян – позже, но их схорчат свои. А, как было сказано у моего любимого Ака Толстого, Басманов последнюю наглостью избавился от ожидавших его мучений. Дмитрий Львович, а что будет с Эрнстом? Мемуары будет писать. Не знаю, в Гаге или в другой стране. Он всегда умел, не знаю как, всегда умел почему-то создать впечатление человека вменяемого, что, на мой взгляд, неправда. Он тоже давно уже, к сожалению, движется в эту сторону, но почему-то на Западе многие, а я со многими об этом говорю, считают его, а, телевизионным профессионалом, ну, может, это они ещё помнят, Матадор, впечатление 90-х годов очень живучее, и, б, они считают его вменяемым человеком, который всё это делает против воли, хотя, на мой взгляд, это далеко не так. А у меня есть ощущение, что в ближайшее время он как-то, как Гесс, попробует уйти с переднего плана. И дальше какая-то судьба Шпеера. Тут же все аналогии налицо. Шпеер что делал? Сначала в тюрьме, я не помню, в Шпандау он был или ещё где-то, сначала он мемуары писал, потом вышел, потом остаток дней читал лекции и занимался архитектурными проектами. Эрнст – это Шпеер. Я думаю, что его судьба на фоне всего этого будет относительно ровной. Обратите внимание, он ведь ничего от себя и не говорит. Это же не Владимир Рудольфович, который подставляется на каждом шагу. А мемуары его будут интересная книга, как и мемуары Суркова.